МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нурсултан Назарбаев назвал отношения с Россией образцовыми в политическом и в экономическом плане. За эти годы было создано 6 тысяч совместных казахстанско-российских предприятий, которые стали реальным воплощением интеграции в жизнь. В свою очередь Владимир Путин обратил внимание на успешное развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Россией по всем направлениям. Конечно, мы сталкиваемся с трудностями, особенно в экономике, в условиях нестабильности на мировых сырьевых рынках и валютных колебаний у нас наблюдается спад. Вместе с тем, в физических объемах он не такой значительный, всего 7%. Это то, что мы, безусловно, можем с вами преодолеть, имея в виду созданные механизмы сотрудничества, а они у нас достаточно эффективно работают, отметил президент России. Очень важная двухсторонняя встреча 4 октября, наша традиционно-межрегиональная, где, как мы договорились, мы проведем очень мощный российско-казахстанский бизнес-форум. Я очень большие надежды вкладываю и просил бы, чтобы кроме приграничных регионов, Москва, Санкт-Петербург и Восточная Россия тоже приняла участие на этом саммите. Я знаю, что готовится очень много проектов, примерно на 25 миллиардов долларов совместных контрактов. Наша задача – быть вместе и помогать друг другу. Я рад, что налаживается отношение с Турцией. Казахстанцы смогут пожаловаться на мешающие бизнесу законы онлайн. На сайте Генеральной прокуратуры начнет работать специальный сервис, который позволит каждому желающему указать на имеющиеся проблемы в законодательстве по вопросам предпринимательства. Все поступившие предложения будут отрабатываться с Уполномоченными органами и Национальной палатой предпринимателей. Сейчас в Национальной палате предпринимателей и партии Нур-Отан проводится работа по массовому вовлечению сельского населения в бизнес. Разработан детальный план развития бизнеса в сельской местности, который, по нашему мнению, позволит обеспечить устойчивый и сбалансированный рост регионального предпринимательства, сохранение действующих и создание новых рабочих мест. Бюджет зимней универсиады 2017 сокращен в два раза, таково указание Акима Южной столицы. В настоящее время идет подготовка к универсиаде на восьми различных площадках по 12 видам спорта. В эти дни на универсиаду заявлен 191 казахстанский спортсмен и предварительно заявлено 58 стран-участниц. В данный момент организаторы ожидают 3000 гостей, 2000 спортсменов и 1000 официальных лиц. Предварительный бюджет, который был заявлен в пределах 32 миллиардов тенге, был сокращен практически в два раза. И сегодня операционный бюджет универсиады составляет 17 миллиардов. В том числе секвестирование произошло из-за сокращения расходов на различные приобретения, в частности на транспорт. В Казахстане официально трудится более 11 тысяч китайцев. В первом полугодии текущего года иностранным гражданам выдано более 29 тысяч разрешений на работу в стране. На данный момент в Казахстане насчитывается 3672 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. На них работают около 465 тысяч граждан Казахстана, что составляет 94% от общей численности работников. Между тем, в целях защиты внутреннего рынка труда правительством республики ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. На этот год квота на привлечение установлена в размере 0,7% численности экономически активного населения республики, что составляет 63 тысячи человек. Беларусь откроет производство черной икры. По прогнозам, деликатесная осетровая икра будет дешеветь, потому что рынок этого продукта стремительно отвоевывает Китай. Традиционные источники поступления черной икры утрачивают свое значение. Как выясняется, в Беларуси уже сейчас добывают свою черную икру. Так, в прошлом году получено около 200 килограммов от стерляди и ленского осетра. При этом объемы внутреннего потребления деликатеса, оцениваемые по величинам среднегодового импорта, составляют всего 200 килограмм. Рыбоводам приходится 15 лет выращивать и содержать осетровую самку, которая дает икру раз в три года. Поэтому белорусские ученые сделали ставку на местного осетра стерлядь. Самый мелкий вид, но и самый скороспелый. К обустройству портов нужно привлекать частный бизнес, заявил президент России. Также Путин поручил правительству срочно принять необходимые меры, которые позволят развивать речные перевозки. Как правило, причалы стоят на государственном балансе и не вовлечены в хозяйственный оборот денег. На их ремонт и реконструкцию из бюджетов, как правило, всегда не хватает. Все это тормозит развитие пассажирских и туристических перевозок. Очевидно, что необходимо вводить эти объекты в хозяйственный оборот, привлекать их к обустройству частной деньги, частный капитал и частный бизнес, подчеркнул Путин. Сегодня более четверти федеральных автомагистралей работает в режиме перегрузки. Особенно вот в этот период, в каникулярный, летом, когда люди едут в отпуска, возвращаются домой. А рядом грузовой транспорт со щебнем и песком. И все это в период навигации по рекам, возможности, которые практически не используются или используются неэффективно. Большие трудности и с эксплуатацией портовых сооружений, особенно причалов. В основном это железобетонные, изношенные конструкции, не соответствующие современным техническим требованиям. И зачастую небезопасные для пассажиров. Кыргызстан поднялся в мировом рейтинге инновационных стран. Страна заняла 103 место и по сравнению с прошлым годом поднялась на 6 строчек. По мнению экспертов, у республики устойчивые позиции в части легкости открытия своего бизнеса, образования, уровня ВВП и так далее. Казахстан расположился на 75 месте, на 86 – Таджикистан, Россия на 43 строчке. Самой инновационной страной в шестой раз подряд признана Швейцария. Второе место занимает Швеция, замыкает тройку лидеров Великобритания. Экспорт болгарского вина на российский рынок за последние три года сократился наполовину. Сокращение поставок болгарские эксперты поясняют тем, что из-за переноса транспортных маршрутов из Украины в страны Балтии стоимость товара значительно выросла. Хотя перевозки также осуществляются по морю, потери болгарских виноделов на российском рынке остаются значительными. Основными рынками сбыта для болгарских виноделов являются Российская Федерация, Польша, США, Китай, страны Западной Европы. Народный банк Китая Юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. В августе прошлого года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский Центробанк направил усилия на стабилизацию юаня. Норвегия увеличила добыча нефти до пятилетнего рекорда. Объем поставок газа с норвежского континентального шельфа в июле текущего года вырос до 9 миллиардов кубометров, что почти на миллиард кубометров больше, чем в июне. В прошлом месяце на норвежском шельфе добывалось до 1,73 миллиона баррелей ежесуточно. Днем ранее ОПЕК опубликовала прогноз, согласно которому в 2017 году мировое потребление нефти побьет новый рекорд и составит 95,5 миллионов баррелей в сутки. Венесуэла получит 4,5 миллиарда инвестиций в горнодобывающую промышленность. При этом глава Венесуэлы сообщил, что в ближайшие дни будут подписаны договоры еще на 20 миллиардов долларов, касающиеся дополнительных инвестиций в эти проекты. Венесуэла располагает значительными запасами месторождения золота и алмазов на юге страны, однако пока ей не удалось привлечь туда достаточно инвестиций. В последнее время, когда доходы страны от нефти существенно упали, власти пытаются найти дополнительные источники получения средств казну путем диверсификации своей нефтеориентированной экономики. Украина оценила убытки от российских санкций. Речь идет о прямых потерях, сокращении объемов экспорта и, соответственно, потере ВВП. В итоге экономика страны потеряет около миллиарда долларов из-за торговых ограничений. Согласно имеющимся статданам, за пять месяцев текущего года экспорт с России сократился на 36%. По Казахстану падение уже 46%. С начала 16-го года Россия вела в отношении Украины продовольственное эмбарго как для государства, поддержавшего введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами санкции против России. Продолжение следует...